День работников пресс-служб Уголовной исполнительной системы России День работников пресс-служб Уголовной исполнительной системы России День работников пресс-служб Уголовной исполнительной системы России Конечно, конечно. Вообще информация в современном мире, я считаю, играет ключевую роль В формировании общественного мнения, соответственно, я считаю, что наша служба очень важна Основная наша функция – это взаимодействие со средствами массовой информации Собственно, что и позволяет широко и объективно информировать общество о нашей деятельности О нашей такой трудной, наверное, но очень нужной работе А вообще, я считаю, уже на протяжении очень многих лет, имею право это говорить, наверное, Что УФСИН России по Тверской области, наверное, одна из самых открытых организаций Для средств массовой информации Да, я согласна Если бы вы имеете дело с осужденными людьми, с местами лишения свободы И тем не менее, мы всегда можем попасть в ту или иную колонию, в средственный изолятор Мы можем встретиться с тем или иным человеком Конечно, взять интервью И никогда не видим в этом отпора Да, наше ведомство очень открыто Мы всегда откликаемся на все запросы представителей СМИ Берут интервью ее осужденных Показываем производственную деятельность Регулярно выезжаем в исправительные колонии А в нашей области их немало Область большая У нас исправительная колония номер один Четыре Женская исправительная колония В которую любят очень представители средств массовой информации попадать Шестая Седьмая, девятая, десятая лечебно-исправительные учреждения Три следственных изолятора Участки функционирующие как исправительные центры То есть инфоповодов всегда очень много Инфоповодов, кстати, только хотела спросить Информационных поводов много? Много, много У нас в каждом учреждении есть сотрудники Которые отвечают за взаимодействие с пресс-службой управления И районными средствами массовой информации Они ежедневно направляют нам материалы Мы публикуем их регулярно на официальном сайте УФСИН России Вот, кстати, хотела спросить Где читать непосредственно ваши материалы Это именно сайт? Да, основная площадка это, конечно же, сайт Официальный УФСИН России По Тверской области Там ежедневно, повторюсь, размещается актуальная информация О нашей службе Также у нас есть Официальная страница в социальных сетях Вконтакте, в Одноклассниках И видеосюжеты мы размещаем на видеохостинге Ну и, соответственно, конечно же Представители СМИ С помощью них В печатных, электронных, на радио Везде, в принципе, можно узнать информацию о нас Я вот хотела спросить Какие такие информационные, более интересные поводы были в 23-24 год Тут уже 4 месяца прошло практически Сразу почему-то мне вспоминается Музей Гвоздя Непосредственно рядом со строительной колонной номер 10 И совершенно интересные Которые тоже сотрудничают Этот музей сотрудничает с правительной колонией Да, мы взаимодействуем Оказываем им какую-то помощь Всегда интересный музей У нас при 6-й колонии очень красивый Замечательный Там были Бежицк 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 Да И сейчас возможно А в первой колонии сколько мы делали тоже интересных сюжетов Конечно, производственная деятельность Всегда очень большой интерес вызывает у журналистов Которые никогда не были Впервые посещают исправительные учреждения Они всегда очень удивляются масштабом производства в учреждениях Потому что действительно есть что показать Мы многое делаем И всегда это вызывает очень большой восторг Вновь прибывших, скажем так, в первой колонии Да, почему-то те, кто ни разу не бывал У тех, наверное, существует определенный стереотип такой Что кажется, что это вот они живут Не знаю, как в клетках Конечно, соответственно Очень хочется показать обществу Как на самом деле устроена система исполнения наказания В нашем регионе И спасибо большое представителям СМИ Которые нам в этом помогают Ежегодно у нас проходит конкурс на страже порядка В котором принимают участие представители средств массовой информации Регулярно мы их награждаем Благодарим за сотрудничество Вот буквально на этой неделе В начале недели Федеральная служба исполнения наказания Подвели итоги общероссийского конкурса Смотра конкурса на страже порядка Территориальные органы Представляли работы журналистов Очень приятно отметить Что представители нашего региона В двух номинациях оказались в победителях Это кто? Это Рия Верхневолжья В частности, МК в Твери Большое им спасибо Мы с ними сотрудничаем очень давно В этом году у нас проводится большой совместный проект Литературный конкурс среди осужденных Осужденные пишут на различные темы материалы В основном это, конечно, покаянное письмо Им очень нравится Рассуждения Публикуются в газете В конце года также будут подведены итоги Совместно с коллегами И будем награждать победителей И первое место Корреспондент Ржевской правды Мы делали большой материал О седьмой колонии Показывали Вот двое победителей у нас На таком уровне Это очень приятно Я помню, ты рассказала, что покаянное письмо Мы в течение прошлого года и позапрошлого, по-моему, ездили, брали интервью У тех, кто отбывает наказание по той самой 228 статье Это наркотики Где люди рассказывали, как они пришли в это И то же самое Какое-то покаяние было в том, что они рассказывали Да, так и есть Сейчас тоже В исправительном учреждении есть время переосмыслить свои поступки С осужденными проводится большая воспитательная работа Вот у них есть время размышлять Переосмысливать все И вот сейчас у них есть такая возможность Рассказать об этом людям Может быть, кого-то научить И предостеречь от совершения таких же поступков Кстати, возможно, не все знают Что и в самих исправительных учреждениях Существуют телестудии Выпускаются, возможно, газеты Я знаю, что в первой колонии Да, у них есть свой журнал И они, по-моему, и новости даже снимают Ну, у них есть, конечно У них есть кружок художественной самодеятельности Все осужденные занимаются Пишут, публикуются Все это, да, есть То есть есть, где развиваться творчество И работать над собой Конечно Вообще, Аня, интересная работа про службу? Вы знаете, очень интересная работа Я люблю свою работу Считаю, что она очень нужна и важна Потому что, повторюсь, общество должно понимать Как и что происходит в системе Интересно, да, очень много различных поводов Знакомства с разными людьми интересными Ведь если интересно и те, кто работает с осужденными Ну и некоторые осужденные тоже есть Есть о чем рассказать Ну, конечно, и талантливые люди есть А потом некоторым действительно не хватает вот этого живого общения И они всегда идут навстречу И пытаются как-то поговорить Высказать свое мнение Конечно, вообще очень у многих Они изъявляют желание Пишут согласие Мы можем брать интервью только с письменного согласия С самого осужденного Очень многие идут на контакт И именно потому, что они хотят Предостеречь людей От совершения страшных ошибок Да, на своей собственной судьбе Если можно приоткрыть в этом году Куда собираетесь? Что интересного нас ждет? Возможно Ну вот 7 мая у нас будет большое мероприятие 105 лет Со дня образования уголовно-исполненных инспекций Да, которые без изоляции от общества Исполняют наказание В различные колонии поедем Новые виды производства Поэтому нам всегда есть о чем рассказать Что показать Всегда рады приветствовать представителей СМИ в нашем ведомстве Ну еще я хотела помнить Что мы давным-давно уже собирались поехать По специальным профессиональным училищам Показать, где учат Совершенно новым специальностям Которые востребованы в обществе Обязательно покажем У нас все осужденные проходят обучение Получают профессии Соответственные документы При освобождении Они могут трудоустроиться Сначала они работают по специальности С непосредственно воспроизводительным учреждением Потом в случае, если они попадают в Уфиц Что сейчас очень распространено в нашей области Там трудоустраиваются И дальше продолжают работать То есть это очень интересная тема И при каждом исправительном учреждении Есть профессиональное училище Хорошей работы Хорошее настроение Аня, спасибо еще раз С профессиональным праздником Спасибо большое Напоминаю, уважаемые друзья Что сегодня у меня была Начальник пресс-службы УФСИН России по Тверской области Майор внутренней службы Анна Чудинова Всего доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok